всем привет сегодня у нас три посылки вот такие вот большие тяжелые это у нас три посылки из алиэкспресса и я хотел бы их раскрыть в одной распаковке потому что они все три из али первое это сетевые с али я их покупал по акции они были чуть ли не в половину стоимости два сетевых а выглядели они очень прикольно и я их взял по распродаже ссылка на распродажу будет в описании ссылка как на них так и на распродажу и давайте сразу на них посмотрим или давайте распакуемся потом по очереди на все посмотрим и так вспомнил посылки получаются сетевые и батареи с али и удочка с gear best 1 и наверное мы ее отложим и снимем отдельно и так давайте начнем с сетевых сетевые а2 выбрал вот пластик такой вот хороший кнопка треугольные болтики здесь хороший кабель на нем здесь что-то написано на китайском 300 500 вольт держит в общем давайте посмотрим также они прислали типа вкладыш такой типа дайте нам 5 звезд и будет вам жизнь счастье и мы вам дадим купончик но это как бы стандартная схема только здесь она в таком плат как бы пластиковая штучка такая но отложим купил я оба сетевика вот они так выглядят сам же power protect а то есть здесь какая-то предохранитель купил тоже по бросовой цене там не помню сколько вот кабель здесь по моему 1 и 8 метра нет здесь два метра даже больше 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 чем сейчас замерим замерил вот этого кабель 3 у этого кабель полтора метра но более детально проверить можно по ссылке в описании она находится вот давайте разберем и посмотрим пластик сделан неплохо хорошо так вроде вот и здесь такая вот площадка на которую можно установить телефон или планшет и заряжать от юсби юсби выдает 5 вольт 2 и 4 ампера но в комплекте шли два переходника обычные как вот на гербесте галкомовские с пометкой галкома и продают обычные адаптеры но они мне нравятся очень хорошие адаптеры можно ими смело пользоваться хочу один разобрать посмотреть что там как он выглядит внутри ну вроде надежно здесь медь используется причем не тонкая а такая довольно таки плотная я честно не электрик и не особо разбираюсь в этом но судя по тому которые у нас вот у меня сетевые старые мои которые используют постоянно то есть они внутри выглядят намного хуже чем этот платы идут проводки туда-сюда то есть если разбирать я боюсь что она рассыпется я не смогу его собрать обратно поэтому дальше его разбирать не буду то есть ну выглядит все цивильно хорошо то есть не пока пока все нравится сейчас попробуем подключить скажу сразу что у меня нету проверить нагрузки проверить выдает ли он действительно там 2 ампера или сколько тут указано 2 2 и 4 ампера проверить сможем только заряжает или не заряжает вот у 2 сетевого нет такой площадки для установки телефон или чего-то для поэтому мы сейчас отложим давайте посмотрим на power банки на 20000 миллиампер часов и подключим их уже к сетевому проверим чтоб за компанию и так фирма какая-то ноунейм тяжелые покупались тоже что-то там забросовую цену как будто за пол цены обычной власти милиампер часовой банки так фирма арун вкладыш идет кабелек кабелек достаточно длинный я думаю наверное около метра до метр и далее банка и такая вот инструкция или что это то есть чисто описание жизненных ситуаций в каких может быть понадобится это баночка вам вот что вы там позвонили здесь есть китайский и английский язык вот инструкция кратенькая как туда шо подключать ну давайте на него посмотрим второе то же самое все я его раскрывать не буду два идентичных 2 идентичных банки поэтому давайте посмотрим ухты так не открывается просто я хотел просто разобрать ее но вижу что здесь без раскалывания наверное не получится разобрать поэтому я ее разбирать не буду я просто очень хотел посмотреть что здесь внутри в ней вот думал она будет немного по-другому выглядеть и у меня получится разобрать но сейчас я вижу что разбирать ее я не буду потому что ну я боюсь что я ее испорчу то есть у меня нету навыков разбирать не стрёмно 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 ладно не буду разбирать так здесь у нас она заряжена получается на 4 деления на 75 процентов здесь как-то должен включаться фонарик вот длинным нажатием включается фонарик фонарик довольно таки неплохой и давайте 2 usb micro usb для зарядки фонарик здесь получается я так понимаю здесь одна молния нарисована обычная зарядка здесь типа должна быть быстро вот с обратной стороны у нас здесь написано 10 5 вольт 2 и 1 ампера 20 тысяч миллиампер часов 72 ватт часа так 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 вот а вторая идет которая с одной молнией это у нас 10 5 вольт 2 и 1 ампера а вторая с двумя молниями тоже 10 5 вольт 2 и 1 ампера но smart с приставкой smart модель и y 208 то есть ну вот такая вот банка симпатичная красивая вот буду разряжать ее 20000 миллиампер часов и потом досниму сколько в нее влезло на заряд ну а пока мы давайте попробуем ее подключить на заряд оставил на ночь светильник подключенный к батарее батареи вчера было два горела два деления ну и вот она продолжает гореть это ночь прошла получается наверно часов 12 14 может прошло и до сих пор еще работает я ее хочу разрядить полностью у меня нагрузки нету поэтому вот разряжаю клам лампой сяоми кау ю ван классная лампа кстати у меня есть она в распаковках можете посмотреть прошли без двух часов сутки то есть 20 часов прошло с момента как я поставил лампу и уже у нас мигает эта штука думаю все потому что я вот включаю и она уже практически моментально отключается то есть думаю что это срабатывает защита батареи чтобы она в ноль полный не разрядила поэтому можно ставить ее на зарядку и так для зарядки мы используем гукума заливается быстро уверенной в начале быстро будет в конце под конец скорее всего уже на четвертом делении будет замедлено ну и посмотрим сколько полностью влезет итак батарея заряжена и сколько влезло в нее 17 865 влезло то есть 17000 миллиампер часов ну вполне таки отлично за такую цену за которую я их брал ссылка будет в описании как я уже говорил и ссылка на акцию по которой я брал вот батареи вполне прикольные единственное что белый цвет он марки и от малейших ну то есть остаются отпечатки черные если не чистыми руками но легко стирается то есть но это оно стирается пока свежее потом я думаю будет чернить поэтому можно было бы какой-нибудь чехольчик придумать для него вот заявлено 20000 а у нас 17 865 то есть это ну на отдачу будет где-то тысяч 13 14 в любом случае довольно таки неплохо за эту цену нашему сетевику и подключим еще что-нибудь итак подключил я ее к сети через переходник через сетевое сяоми без переходника переходники мне не понадобились сейчас включаем давайте подключим один пауэрбанк подключим второй пауэрбанк на зарядку зарядка кстати сразу пошла второй пауэрбанк на зарядку так не так ну и теперь через через наш доктор подключаем к телефону телефон разряжен 0 сейчас я давайте здесь возьмем через переходник вот и подключаем взял у гриновский кабель и будем пробовать через него вот и давайте смотреть сколько нам будет давать пошла зарядка телефона дает но 46 ампера это два пауэрбанка мы заряжаем пошло 0 0 68 просто 0 53 0 65 72 71 то есть вот так вот скачет 0 7 ампера то есть я подозреваю что здесь 0 2 ампера это же уже конец зарядки то есть батарея по полностью заряжена поэтому на нее 0 3 ампера и подавалась 0 до 03 она давала вот потому что на вторую батарею которая менее заряжена дает 0 607 ампер то есть ну более-менее нормально вот ну как то так нагрузок у меня к сожалению нету поэтому другими методами проверить я не могу горит она вот так вот таким вот смотрите зелененьким огоньком и телефон поставить вот так вот можно поставить телефон на площадочку подключить к нему провод зарядки вот и вот так вот удобненько пользоваться им мигает лампочка видите давайте прикрою и покажу еще раз вот вот это мерцание это видно только на камеру я только заметил то есть я вижу постоянное горение лампочки то есть она не мигает а на камеру видите она мигает вот такой вот второй ну его уже проверять смысла нету тут написано 35 ампера на 4 штучки но тоже как бы не думаю что тут что-то там будет сверх естественно на этом у меня все ставьте лайк подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок